Я вас рада очень приветствовать на нашей последней в этом году лекции, посвященной русским художникам, за которыми когда-то охотились и охотятся коллекционеры, на лекции о Валентине Серове. Меня Дарья зовут, я координатор выставочных проектов музея, но вот иногда и экскурсии, лекции вожу. Валентин Серов, на самом деле, наверное, меньше других. Нет, не так скажу. Это тот человек, за кем больше всех охотится, потому что его живописи на рынке осталось меньше всех остальных. Потому что все самое лучшее, все самое хорошее, действительно, Серовское, это уже по коллекциям и, в первую очередь, по музеям. Мы осчастливлены тем, что у нас есть одна работа, может быть, кто-то из вас видел и смотрел, мы ее тоже сегодня с вами увидим, причем в увеличенном в таких огромных масштабах. Работа «Окно», небольшой эскиз. И вот это, наверное, самый главный показатель, что в современных коллекциях, если Серов и появляется сегодня, то это очень редко, если что-то большое и действительно значимое появляется. Хотя, пока вспомнила, 2 декабря, по-моему, прошли торги Боном с одного из аукционных домов, и у них просто звездой этих продаж был живописный большой портрет кисти Серова. Но такое бывает очень редко, конечно. Валентин Серов, наверное, один из тех художников, которого знают все, во многом благодаря тому, что проходят выставки. Прошла недавно эта большая масштабная выставка в Третьяковской галерее. Есть ли кто-то, кто не был на выставке в Третьяковке? Великолепно, полный набор. А, понятно. Ну, значит, вы знаете все про Серова. Именно поэтому, конечно, мне особенно трудно было готовить эту лекцию, потому что действительно, наверное, мало информации осталось той, которую вы не знаете. Поэтому сегодня я ее построила на том, что я отобрала, наверное, мною самые любимые картины художника по ходу развития его творческой жизни и вообще по ходу его жизни, и про них мы побольше с вами поговорим, посмотрим какие-то архивные фотографии, да, в общем, постараемся погрузиться даже больше в жизнь Серова, нежели в какие-то живописные его особенности. Валентину Александровичу Серову повезло, на самом деле, потому что он родился в очень творческой семье. Возможно, вы знаете, что отец художника был знаменитым композитором. Александр Серов написал огромное количество опер, которые сегодня в том числе ставятся в театрах, и мы сегодня о них тоже поговорим, потому что театр в жизни Серова, благодаря родителям, конечно, занимал особое место. А супруга его, супруга, мать художника, супруга Александра Серова была пианисткой, очень талантливой, ее звали Валентина. Валентина Семеновна, в частности, тоже воспитывала в сыне любовь к театру и к художествам. Более того, Александр Серов когда-то в молодости хотел стать художником, но больше все-таки ушел в музыку. Но вот этот, видимо, талант к живописи, любовь к искусству передалась как раз к художнику от него. Конечно, художник Серов очень много работал. Он писал в разных жанрах, в разных видах искусства. Мы сегодня про театр и про графику, и про все остальное поговорим. Среди жанров в живописи, в его творчестве можно найти и пейзажи многочисленные, и картины на исторические, на психологические темы. И он будет иллюстрировать книги, и есть и натюрморты у него. Но все-таки, как вы все знаете, основным, самым любимым жанром, конечно, у Валентина Серова был портрет. И его, конечно, нужно называть, можно называть главным портретистом своего времени в нашей стране. Его отличало, причем, от многих других художников, портретистов. И мы это сегодня тоже увидим. Очень глубокое погружение во внутренний мир художника. И он всегда в портретах будет передавать какие-то особенности характера человека. Причем никогда не будет следовать тому, что ему говорят. Ни один из заказчиков не сможет сказать, напишите мне, пожалуйста, вот так. Или как-то по-иному. Женщины особенно любили это делать. У портретистов просить как-то себя приукрасить. Он никогда никого не будет украшать. И, конечно, в связи с этим у него очень много проблем в жизни будет. Потому что мы знаем в его истории, что будут случаи, когда даже каких-то именитых заказчиков, именитым заказчикам он будет говорить, что я вас не буду писать, вы некрасивый. Ну, я не хочу вас изображать. В связи с этим, конечно, и денежное состояние у него не самое лучшее. Будет всю свою жизнь, несмотря на то, что Серов будет одним из лучших художников, одним из лучших портретистов своего времени. К нему будут выстраиваться очереди. Все равно ему нужны будут деньги всегда. Он всегда будет нуждаться. И, конечно, глядя на вот эти яркие, такие светлые, наполненные светом и воздухом картины Серова, наверное, мало кто будет догадываться, что рисовать их будет человек очень замкнутый, очень немногословный, в целом такой довольно, на самом деле, мрачный. И вы вот видите как раз слова о Серове, одного из его учеников на слайде, я не буду читать, вы, я думаю, уже их изучили. И так будут многие о нем говорить, даже многие из друзей первоначально. Например, Федор Шаляпин, который станет одним из лучших друзей Серова, он будет говорить, что я его сначала боялся. Он такой был хмурый и вообще ни с кем не общался особенно, казалось бы. И действительно, в связи с этим у него и друзей, кстати, будет мало. Но зато все друзья на подбор. Коровин, Шаляпин, Врубель, да, это все самые, наверное, главные имена русского искусства. Перед вами как раз отец Серова Александр. Как я уже сказала, он был известным композитором. Когда-то он женится на своей ученице, 17-летней Валентине Семеновне. Александру Серова в то время уже будет 44 года. Когда-то знатный, известный очень музыковед Владимир Адоевский напишет о ней в своем дневнике. «Серов женился на девушке-музыканше, стипендиатке музыкального общества, которая знает все бахов и фуги наизусть. Необходимо охранить это гениальное существо от нигилистского болота, в которое она готова попасть». Ну, опасения Адоевского будут на самом деле напрасными, потому что возле Валентины Семеновны постоянно будет такая молодежь именно крутиться. Периодически кого-нибудь в ее круге будут арестовывать с определенной периодичностью. И сама она будет такой очень яркой. И ей будет нравиться вот это, если можно это назвать, в те времена тусовка, с которой она будет общаться. Очень много, конечно, говорит то, в какой среде он будет крутиться в самом детстве. Просто представьте, что во времена безденежья Александр Серов будет одалживать деньги у Достоевского. И, конечно, с ним будет встречаться Валентин Серов. В доме постоянно, особенно на театральных каких-то постановках, в которых, кстати, Валентин Серов будет играть ангелочков по молодости, будут присутствовать всегда Тургенев и Алексей Толстой, близкие друзья Александра Серова. Когда он будет с ними в Швейцарии, известная история, что он будет кататься на большой собаке, по-моему, это Ньюфаундлет будет, Рихарда Вагнера. Конечно, это все будет способствовать кругозору, развитию кругозора художника, развитию вот этих ярких впечатлений, пополнению. Но все это говорит о том, что общаться он будет по молодости, точнее, в детстве, именно с этими людьми. И, конечно, это совершенно не детство будет у человека, потому что самое главное для него нужны будут сверстники, а их будет очень мало. После смерти отца Серов очень рано достаточно умрет. Шесть лет, насколько я помню, будет Валентину Александровичу от сердечного приступа, и запомните, пожалуйста, это на будущее. Он будет определён, наш маленький Серовчик, будет определён в трудовую коммуну в Смоленской губернии, которая, конечно, ему совершенно не будет нравиться, потому что у него постоянно будут отбирать карандаши и краски, а для него это будет основное в жизни. И в какой-то момент случится это, потому что Валентина Семёновна поедет продолжать обучение своё в Мюнхене, но продлится это всего год, потому что коммуна схлопнется, и в итоге придётся всё-таки матери забрать мальчика с собой. Так он переедет в Мюнхен, а впоследствии всей семьёй, вдвоём с мамой, они переедут в 1879 году в Париж, и это очень важное будет как раз изменение в жизни художника, потому что там он наконец-то встретится с живописью, как таковой, потому что там он будет брать уроки у старого друга семьи, у Ильи Ефимовича Репина. Я думаю, вы все знаете, что Валентин Серов один из самых знаменитых учеников Репина. И всё, здесь он, конечно, в этом погрязнет, он огромное количество времени будет тратить на живопись. Репин даже однажды скажет, что он с таким самозабвением впивался в свою работу, что я заставлял иногда оставить её и просто хотя бы насладиться жизнью вокруг. Серов будет очень стремительно превращаться в мастера. Мы здесь можем увидеть портрет Репина, кисти Серова, и портрет ещё одного учителя-художника, потому что когда мальчику исполнится 15 лет, Репин будет ходатайствовать о его зачислении вне очереди в Петербургскую академию художеств, именно в класс Павла Чистякова, который будет очень, знаете, строгим, очень жёстким преподавателем. Он постоянно всех будет критиковать у себя на курсе, но Серова будет среди прочих выделять. И именно Чистяков разовьёт в итоге рисунок у Серова. Таким великолепным рисовальщиком он станет благодаря именно этому учителю. Он много будет путешествовать ещё в студенческие годы. Он съездит в Голландию, съездит в Грецию, будет очень много посещать там музеи, будет вдохновляться, будет видеть вокруг себя очень таких ярких, будущих действительно известнейших художников. И ему так самому будет хотеться рисовать по-настоящему и уже погружаться в это во всю жизнь, что он оставит Академию художеств досрочно. Затем он поучаствует в росписях. Это как раз подготовка к росписям плафона прекрасного. И вместе с Остроуховым и с братьями Мамонтовыми, а к тому моменту Серов уже будет очень часто приезжать в Абрамцево, мы об этом ещё поговорим, он поедет посещать музей в Венеции. Вернувшись оттуда, он приедет сразу же в семью Мамонтовых, в своё любимое Абрамцево. И именно под влиянием вот этих вот западных музеев, под этими всеми впечатлениями, которые он получит на Западе, он и напишет в 22-летнем возрасте, сразу мы пройдём этот этап, наверное, в нашей лекции, чтобы дальше уже говорить обо всём другом, напишет свою знаменитую девочку с персиками, которая, конечно, разделит всю историю русского искусства на до и после, и на до и после, потому что такой яркой, такой солнечной, такой решённой в таких вот золотистых и розовых тонах картины в русском искусстве до него не будет. Ещё раз напомню, что он это сделал 22 года. Тогда о картине напишет, например, Михаил Нестеров. «Рядом висящие портреты Репина и Васнецова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему представляют совершенство. У нас подобное явление немыслимо, настолько это ново и оригинально». Я думаю, вы все знаете, что прекрасной моделью Валентина Серова на этой картине была Вера Мамонтова. Его давняя подруга знала Валентина Александровича её с самого детства. В это время Вере Мамонтовой было 12 лет. Она будет младшей дочерью любимого благодеятеля Серова Савы Мамонтова, предпринимателя, коллекционера, мецената. И, конечно, интересно будет написана эта работа, в частности, потому, что творчество Валентина Александровича и его работа всегда будет отличаться тем, что он будет тратить на любой портрет огромное количество времени. Каждого из своих моделей он будет писать за несколько десятков сеансов. Он будет заставлять людей сидеть часами, просто чтобы позировать для своих этих портретов. И представьте здесь 12-летний ребёнок, который живёт в области, на природе. Огромное количество сверстников вокруг. Конечно, ей будет очень тяжело сидеть часами и позировать Валентоши. Именно так будут называть Валентина Серова в Абрамцеве. Причём, я думаю, вы знаете, что впоследствии это всё превратится в Антона. Антоном Серовым будут называть нашего художника. Именно так он будет подписывать многие свои письма. Ну а потом это всё вообще разовьётся в то, что когда они подружатся с Коровиным, их так и будут называть Антона и Артур. И первое время никто не будет понимать, о ком вообще идёт речь. Вообще-то здесь Валентин Серов и Константин Коровин, а как-то получились Антона и Артур. И если с Валентином потом разберутся, то с Артуром Коровиным до сих пор никто так и не разобрался. Я ни одной внятной теории не видела потом о том, как получился из Константина Артур. Соответственно, завлечёт Серов Веру Мамонтову тем, что он пообещает ей кататься вместе. Как я уже сказала, они будут дружить с детства, у них будет 10 лет разницы. Разрешит кататься им вместе мать Веры Мамонтовой, Елизавета Григорьевна. Правда, одна загвоздка. Портрет этот будет готовиться ей в подарок, так что придётся получить разрешение. Таким образом, сюрприза не случится. И о портрете она будет знать заранее. Вообще, маленькая Вера, конечно, будет идеальной моделью, потому что вот эта вся непринуждённость, её позы, вот эта неосознанная уверенность и красота, она, наверное, будет характерной для неё. И вообще для любого ребёнка именно в 12-летнем возрасте дальше это всё, к сожалению, пропадает с осознанностью, вся эта уверенность в себе. И естественность, конечно, будет и в её позе, и в её прическе, и в её одежде. И, наверное, не случайно то, что в итоге именно эту позу впоследствии использует Серов в написании ещё одного портрета. Именно в такую же позу он посадит императора российского государства, показав его тоже таким вот простым человеком. Но об этом мы ещё поговорим дальше. Такой Веру Мамонтову, на самом деле, и запомнит. 12-летний, ей, к сожалению, будет уготован недолгий век. Она умрёт очень рано, в 32 года. Кроме Серовы её будут писать многочисленные другие художники. Это будут и Виктор Васнецов, Николай Кузнецов, Михаил Рубель. И вообще будут шутить, конечно, что она счастливая для художника девочка. Веру её, как вы знаете, наверное, тоже назвали не случайно. В семье будет такая традиция, что начало имён всех детей, и сама Мамонтова. И все имена будут начинаться с определённой буквы имени Савва. Именно поэтому в семье родятся сначала Сергей, Андрей, Всеволод, Вера и последней будет как раз Александра. Имя Мамонтова будет как раз в этих именах тоже использовано. Нет сомнений, конечно, что она будет всеобщей любимицей. Об этом много говорят и воспоминания, и письма, которыми будут перекидываться Мамонтов с друзьями. И в одном из этих писем мы можем увидеть, как отреагирует Марк Антокольский, это известный скульптор того времени, на фотографию, которую пришлёт Савва Мамонтов. Безусловно, вот этой прелестью, абрамцевской богиней, будут называть именно Веру Савишну. В середине 90-х она будет впоследствии заниматься общественной работой в школах по следам своей матери. Вы можете увидеть Елизавету Григорьевну тоже на этих фотографиях. Благодаря именно Мамонтовым в соседних сёлах с Абрамцевым будут появляться школы, будет действовать лазарет, появятся ремесленные мастерские. Впоследствии, так как она будет расти в творческой среде, она, конечно же, будет посещать лекции в городе по истории, по литературе. Именно там она познакомится с Софьей Самариной, племянницей славянофила Юрия Самарина. И именно брат Софью впоследствии станет супругом девочки с персиками. Здесь портреты как раз Веры Мамонтовой и других художников представлены. Александр Самарин станет её супругом. У них родится трое детей. Это будет довольно трудный брак. Они много лет будут добиваться того, чтобы пожениться. Но, к сожалению, он будет очень краткосрочным и 5 лет не проживёт этот брак. К сожалению, он оборвётся в связи со смертью Веры в 1907 году. Она буквально за пару дней сгорит от скоротечной пневмонии. Вы можете увидеть на фотографии ближайшей ко мне как раз стоит Сава Иванович. И с ним рядом трое детей Веры Мамонтовой. Впоследствии их будет воспитывать младшая сестра Александра, младшая сестра Веры. А Александр Самарин больше не женится. Конечно, особенностями этой картины, ещё про неё поговорим, будут источники света. И вот это наполнение работы светом и воздухом, который введёт здесь Серов. И ещё не зная в 1987 году о том, что есть такие импрессионисты, он ещё не будет видеть их работ и не знает, какие особенности их живописи. Но он вот так вот нечаянно практически всё это введёт в свою работу. И впоследствии это всё назовут импрессионизмом жеста, потому что, присматриваясь к этой картине, все будут видеть движение именно. Как девочка сидит, как она кажется, что не может усидеть и дёргается, как она вот-вот как раз взлетит, мало вспоминая о том, как я уже сказала, что она целое лето проведёт, часами будет позировать как раз Серову для вот этой вот воздушности и лёгкости, которую он будет как раз и добиваться. На следующий год он приедет в ещё одно очень важное для себя место, а именно в имение Домотканова, которым будет владеть один из ближайших друзей художника и родственник Владимир Дервис. Он женится впоследствии на двоюродной сестре художника Надежде Симонович. В тот момент Серову будет 23 года, то есть уже в таком раннем возрасте он напишет два своих самых главных шедевра, за которые впоследствии войдёт в историю русского искусства. Известно, что однажды он будет прогуливаться вместе с одной из своих сестёр, по парку и, соответственно, попросит её увидеть особый свет и попросит под одним из деревьев её сесть на скамейку и позировать. Позирование тоже продлится довольно долго. Для него очень важно будет написать вот этот особенный эффект света, который появится на картине, и он будет дорабатывать картину чрезвычайно много, пока однажды не прекратит написание этой работы сама Маша Симонович. Здесь изображена как раз другая двоюродная сестра художника, сестра владелицы этой усадьбы. Именно она прекратит, сказав, что всё, она больше не может позировать и уедет. И, как многие искусствоведы, считают, что она, конечно, это правильно сделает, потому что он мог бы пересушить картину, не было бы вот этого эффекта света, не было бы этого эффекта воздуха, в итоге появившегося на ней. Сам же Серов будет впоследствии считать эту прекрасную девушку одной из своих самых главных удач. По воспоминаниям Игоря Грабаря, первого и главного биографа Серова, незадолго до своей смерти, Валентин Александрович придёт посмотреть свои работы в Третьяковскую галерею, встанет перед девушкой и скажет, как будто бы самому себе, что написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже не вышло. Тут весь и выдохся. Но нужно понимать, что девочек с персиками до было написано, так что будем считать, что это будет пиком для Серова развития его творчества. Да, и, конечно, можно ещё посмотреть на другой портрет той же самой девушки с предыдущей работы. Сегодня этот портрет находится в музее Арсе в Париже. Работы Серова вообще разлетелись по всему миру. За картину девочки с персиками художник тогда получит премию Московского общества любителей художеств. А второй портрет, девушка, освещенная солнцем, тут же купит Третьяков. Конечно, для молодого художника, для 22-3-летнего, это будет невероятная удача. Такого дебюта ни у кого в России не будет, чтобы при жизни, в молодости так стартовать. И, конечно, такой дебют способствует хоть немножечко увеличению денежному, бюджету художника, который позволит ему начать и семейную жизнь. То, что Серов был таким внутренним импрессионистом, это, конечно, все знают, но, тем не менее, на вот этих окнах прекрасных, на эскизах художника к большому портрету его будущей супруги Ольги Федоровны Трубниковой. Он проявился таким импрессионистом, каким, наверное, не было ни в одной из своих работ. Для него всегда было очень важно испытывать какие-либо эмоции. Как я уже говорила, он мог отказывать в портретах, если человек его не вдохновлял, или если он был просто некрасивым. И очень часто он находил такое вдохновение даже в простых вещах, как вот эти окна. Написанное Серовым окно на двух этих эскизах находилось в имении его тети Адлаида Симонович, матери предыдущих девушек, о которых я вам говорила, в селе Едимонова. Эта деревня будет неожиданно очень интересна для художников того времени. Так мы знаем, что, например, брат Василия Верещагина Николай там основал молочную школу. Был здесь и Михаил Врубель, но именно Серов, конечно, введет Едимонова в историю искусства, и именно для него это будет невероятно важное место, потому что здесь он встретится с будущей супругой. И здесь напишет ее многочисленные портреты. Про Ольгу Федоровну будут говорить, что она и внешне, и внутренне подходила Серову. Будут писать, что она была миниатюрная, с мелкими чертами лица, большими серыми глазами, около маленького остренького носика. Была такой похожа на голландку. И внутренне она была очень спокойной, очень терпеливой, именно такой, какая нужна была этому как раз человеку. Серов очень часто бывал в гостях у тети-дяди. Известно, что он писал портреты всей семьи, но Трубникову он смог написать впервые портрет, только после того, как признался ей в любви однажды, и понял, что это, соответственно, взаимно. Известная история, как Ольга Трубникова появилась вообще в этой усадьбе. И она была на воспитании в семье Симоновичей. И после того, как у нее умерла мать, и лечащим врачом ее был как раз дядя Валентина Серова. Он взял ее на время на воспитание, пока не подберет для нее подходящий приют, чтобы определить все-таки девушку туда. Ну, а когда уже собрались это делать, дети остальные в семье Симоновичей, просто там пятеро детей было, просто отказались ее отдавать. И так она и осталась в семье. В последствии по субботам, известная история, в семью начали приезжать молодые студенты-академисты. Валентин Серов, он... Справа. Валентин Серов со своими друзьями Михаилом Врубелем, Владимиром фон Дервизом. И так сложилось три парочки, потому что молодым академистам нравились три молодые барышни в семье. Леля Трубникова, Маша и Надя Симоновичи. Образовались три пары, Надя и Владимир фон Дервиз, Леля и Серов, Маша и Врубель. Ну и, как вы понимаете, только последняя не превратилась в семейную пару, а все остальные, соответственно, впоследствии женились. Правда, Серову с Трубниковой предстояло длительное испытание, а именно разлука. В какой-то момент Леля с Машей уехали в Крым и переехали там в итоге в Одессу. И Леля там задержалась. Ей там очень нравилось. И, соответственно, там она нашла работу, она познакомилась с врачом и крупным общественным деятелем Исааком Чацкиным, в семье которого начала преподавать. И, конечно, это все возмущало влюбленного Серова, который остался в центре России и много ей писал. Так однажды он написал ей, что, может быть, они все там очень милые люди, но уж это всегда так. Кто от работы не бегает, тому и взваливают побольше. Тем более, что ты с такой охоты принимаешь новые заботы и хлопоты. Огорчаешь ты меня. Знаешь ты, мне часто в голову приходит, а что если Чацкин, ему тогда было 55 лет, и он уже остался вдовцом, сделает тебе предложение быть ему женой. Так ты прекрасно ведешь его детей, а он успел полюбить тебя, да и ты сама успела влюбиться в него, наверное. Серьезно, эта мысль меня часто беспокоит. С другой стороны, Ольга все это время жила в Одессе и ждала уже каких-то решительных действий от Серова, потому что их все никак не предвиделось, о чем он тоже переживал, и об этом ей также писал. Леля, милая, брось, прошу тебя, такие тоскливые думы. Смотри веселее, не думай бросать меня, слышишь? На мои колебания бывшие не смотри, я вообще во всем сильно колеблющийся. Но теперь крепно, помаленьку, и думаю, что понемногу и наши отношения установятся. Летом 1986 года Валентин с Ольгой после долгой разлуки наконец-то встретится в Едимоново, где он и напишет эти прекрасные этюды и финальный портрет. Финальный портрет, как вы можете увидеть, получится чрезвычайно темным у художника, он его не будет любить, он ему дико не будет нравиться. Он здесь, как вы можете увидеть, не справиться с контр-ажурным светом, когда человек встает перед окном, а здесь все-таки окно довольно большое, он не может закрыть весь свет настолько, что в правой части, видите, ничего не видно, прям темная часть. Действительно, он не будет любить этот портрет, правда, спустя много лет напишет Ольге, знаешь, я иногда вынимаю мой летний этюд с тебя, помнишь, у окна, и с удовольствием на него смотрю, хотя он и черен, но мне нравится, и ты похожа. Мои работы мне всегда начинают нравиться спустя долгое или некоторое время. Впоследствии только в 89-м году произойдет свадьба Серова с Ольгой Трубниковой, это будет очень крепкая семья, правда, для вдохновения Серов постоянно, это вот они уже в конце жизни Серова, постоянно будет путешествовать, уезжать на этюды, а супруга будет, соответственно, держать дом. В семье родится шестеро детей, это будет очень большая семья, и, конечно, скоропостижная смерть Серова, она очень произойдет внезапно, и для Ольги это будет большим ударом. Впоследствии она переживет его где-то на 30 лет, и будет всю свою жизнь, все отдаст именно наследие Серова, детям, живописи и всему остальному, об этом мы сегодня еще тоже поговорим. Конечно, ситуация с материальным состоянием Серова будет осложняться и тем, что он совершенно не будет уметь торговаться, и ненавидеть будет брать в долг. Известна история, что однажды он попросит у Третьякова задаток за одну из картин. Третьякову это не понравится, он выйдет из комнаты явно с недовольным лицом за теми самыми деньгами, и Серов якобы испугается, что он обидел Третьякова и убежит. В итоге ни задатка не получит, ничего не сделает. Ну, впоследствии уже финально деньги получит. И, как я и говорила, даже в пору расцвета Серова, даже после того, как он уже напишет огромное количество для императорской семьи, об этом мы поговорим, после того, как к нему будут выстраиваться очереди, все равно он всегда будет нуждаться. Особенностью, конечно, Серова будет то, что даже когда к нему будут выстраиваться очереди, он по-особенному будет видеть людей, никогда не будет уметь льстить тем, кого он пишет. В связи с этим кто-то будет отказываться от картины, на огромное количество портретов останутся, которыми не будут довольны модели от слова совсем. Об одной из них сегодня тоже поговорим, конечно. В 1894 году Валентин Серов выполнит очередной заказ. У него закажут эскизы к оформлению одного из залов Государственного исторического музея, именно к Московскому залу. Я думаю, кто был уже на нашей выставке, вы могли видеть один из вариантов того самого эскиза. Он висит здесь. Эти эскизы будут посвящены Куликовской битве. Наш эскиз называется «После Куликовской битвы». Пейзаж этот в 1914 году Ольга Федоровна Трубникова отправит из мастерской Серова в город Мальме в Швеции. Там в 1914 году пройдет знаменитая всемирная художественно-промышленная выставка, на которой целая серия наших художников представит свои работы на продажу. Но тогда картины там так и останутся, которые не продадутся, потому что начнется Первая мировая война и решат не рисковать и оставят их там до 1923 года. Именно в этот год Игорь Грабарь во время организации выставки русского искусства в Нью-Йорке решит забрать эти картины непроданные и повезти хотя бы продавать в Америку. Может быть, там это получится. Он получит доверенность от наследницы художника. Он возьмет доверенность только у Ольги Федоровны Трубниковой, не подумав о том, что в 1911 году картины могли выдавать кто-то еще. И в связи с этим как раз и возникнут проблемы. А так, например, вы можете увидеть слева знаменитый финский пейзаж художника, который в 1914 году был в Мальме. Но по некоторым документам, точнее, когда мы готовили нашу выставку, этот пейзаж появился в каталоге выставки русского искусства в Америке. И, соответственно, что значило, что картина туда приехала. Но, тем не менее, готовя нашу выставку, мы нашли документы, говорящие, что в 1917 году этот пейзаж у вдовы художника купит некий Андрей Липунов. И вот здесь возникают вопросы, то ли заочно будет продан пейзаж там, будучи в Мальме, то ли картина вернется обратно. Вот эту информацию мы так и не смогли найти. Но, тем не менее, грабарь, когда едет в Америку, он везет этот финский пейзаж. И по дороге в Америку, заехав в Мальме, он договаривается с музеем в Мальме, что после выставки пейзаж будет куплен им в коллекцию. Соответственно, картина едет в Америку, она там выставляется, а после выставки пейзаж возвращается в Мальме. Сейчас, как вы можете увидеть, она и украшает коллекцию как раз художественного музея. Вторая работа на этом слайде это портрет двоюродной сестры художника Надежды Яковлевны Дервис с ребенком. В тот момент, опять же, когда мы готовили выставку, мы выяснили, что на выставку русского искусства в Америку портрет Дервис отправит супруг Надежды, потому что он в то время будет храниться в их собственной коллекции. Это знаменитая как раз Домотканова, о котором я сегодня говорила. И вот здесь можно в интерьерах этот портрет и увидеть. Она будет выдана на выставку с возвратом, то есть на выставке русского искусства часть картин будет именно просто для экспонирования представлена, не только для продажи. Хотя мы с коллегой, с куратором подозревали, что могло, наверное, такое быть, что если бы предложили уж совсем высокую цену за портрет, наверное, Дервис бы продал его. Почему бы и нет? Но картина вернется и впоследствии останется сначала у Дервисов, а потом поступит в Третьяковскую галерею. Двоюродная сестра Серова, которую мы видим на этом портрете, держит в руках одну из своих дочерей. Здесь представлена Елена Владимировна фон Дервис или, как ее звали, в семье Лёля. Она впоследствии станет известной пианисткой, хотя очень интересная история связана с этим портретом, которую оставят в воспоминаниях. Так известно будет, напишут, что ребенок, которого Надя держит на руках, это сперва была Маруся месяцев пяти, а при продолжении живописи в следующий приезд, мы можем увидеть, что два года будет писать Серов этот портрет, впоследствии заменили Марусю на Лёлю, потому что Маруся выросла и уже не могла позировать для того маленького ребенка. Соответственно, пришлось другого ребенка уже класть, и в итоге не дописали, если вы можете, как вы можете увидеть. А картина вообще была написана, как вы видите, на железе, которое осталось от перекрытия Домоткановского дома, и, соответственно, на нем как раз и воспроизвели это прекрасное изображение. В конце лета 1897 года Серов примет предложение руководить натурной мастерской Московского училища живописи военно-изодчества, место, которое для него станет особенным, хотя до этого предложения, до 1997 года, будут моменты, когда его будут призывать преподавать, и он будет отказываться всегда. Так однажды, якобы, в одном из писем Чистякову он напишет, преподавание вообще я не люблю, учеников и бездарных, и талантливых всех не люблю, серьезно. Предлагали мне поступить сюда, в школу живописи преподавателем, я отказался. Но в 1997 году он принимает это предложение, и в итоге учениками Серова станут многочисленные, знаменитые художники, многие из которых у нас также сейчас в экспозиции представлены. Например, учениками будут Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Муртирос Сарьян, Кузьма Петров-Водкин, Николай Ульянов, и многие-многие другие. К летам же, 1999 года он выполнит еще одну свою знаменитую работу, одну из моих тоже любимых в творчестве Серова. Это прекрасная картина детина, в которой он изображает своих старших сыновей, семилетнего Сашу и пятилетнего Юру. Саша ближе к нам, Юра подальше стоит. Как я уже говорила, в семье Серовых родится шестеро детей. Александр Серов будет старшим сыном, он проживет довольно долгую жизнь, 67 лет. Он будет инженером и в какой-то момент попадет в Ливан. Это произойдет после Первой мировой войны, когда Ливан будут обустраивать, развивать, им очень нужны будут такие люди. Он приедет туда, станет одним из ведущих как раз инженеров своего времени. Именно в итоге с помощью Серова будет произведена топографическая съемка бассейна Фрия Клевана. Под его контролем при его участии будет построена первая действующая сегодня горная электростанция. Впоследствии также именно Серов разработает первые в Ливане правила уличного движения. И именно он разработает бланки водительских удостоверений, первые из которых получит именно он под номером один. А потом уже все остальные. В общем, очень талантливый будет человеком. К нам недавно, буквально полтора года назад, два года назад приезжал внук Серова Григорий Александрович как раз из Ливана. Он приехал, тоже посещал музей, с окном сфотографировался, соответственно, и рассказал историю, что у него у самого лет 13 назад родился внук, про которого он знал, что будет внук, но сын не признался Григорию Александровичу, что назвал его поначалу, назвал его Валентином. Соответственно, сейчас, правда, во Франции уже, но живет 13-летний Валентин Серов. Но Григорий Александрович сказал, что таланта у него никакого, к сожалению. Хотя, кто знает. В 20 век придет Валентин Александрович Серов как талантливейший художник и один из главных придворных портретистов. В числе его постоянных клиентов будет Николай II. Мы его портреты сейчас с вами тоже увидим. Ну, а после того, как один из портретов будет вообще удостоен золотой медали, к нему выстроятся очереди, и, конечно, одним из самых заметных лиц в очереди на Серова будет знаменитая княгиня Зинаида Юсупова. Именно ее портрет вы здесь можете и увидеть. Юсупова тогда будет светской львицей, подобно еще одной знаменитой модели Серова Ольги Орловой. Мы также ее увидим буквально через несколько минут. она также не будет избегать великосветских баллов и тоже будет знать толк в шляпках, как и Орлова, но отличать их будет очень много. Так, про Юсупову будут говорить, что ее отличали выдающаяся красота, ум и талант, и такт самое главное. Так, конечно, выделять ее будет и то, что тот самый Серов, которому многие будут не нравиться, и, к сожалению, про многих он будет говорить не очень хорошо, про Зинаиду Юсупову. Серов будет писать жене, что славная княгиня, ее все хвалят очень, да и правда, в ней есть что-то тонкое, хорошее, высшая похвала просто от Валентина Александровича Серова в сторону другого человека. Серов будет наслышан о знаменитом дворце Юсуповых на Мойке, однако, конечно, увиденное его превзойдет, ему проведут длительную экскурсию по всем этим многочисленным залам, которые будут украшать фрески, мраморы, полотна Рембрандта и Веласкеса. Правда, для портрета он выберет совсем небольшую, скромную комнатку, гостиную. Конечно, одобрять он очень долго будет выбранное платье Юсуповой, и, самое главное, шпица, которого также придется очень долго писать, которого придется очень долго позировать. в итоге портрет будет сделан Серовым за 80 сеансов. Как впоследствии Юсупова будет отмечать, я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серовым мой портрет, а ему все мало, все пишет и пишет. Портрет будет встречен очень достаточно сдержанно, ему будут пенять на вот эту вот нарочитую такую позу модели, на простоту композиции. По некоторым данным и княгиня будет с этим согласна, якобы Юсуповы будут собирались вырезать из портрета вообще овал, оставив только одно лицо, но, к счастью, не решились на это. Тем не менее, они будут оставаться добрыми друзьями, и когда в 1903 году Серов впервые очень серьезно заболеет, тогда будет очень сложная операция, и уже тогда будет, ну, могло быть такое, что он просто не выкарабкается. Якобы Юсуповы всячески готовы были помогать, выказали ее беспокоенность и, соответственно, помогали им. К слову, да, кстати, сам Серов вот именно этот портрет любил, ему казалось, что, во-первых, и Юсупова получилась очень похожей, и улыбка особенно ему нравилась у нее. Княгиня же Ольга Константиновна Орлова тоже была довольно известной светской львицей того времени, петербургской модницей и огромной любительницей шляпок. Именно поэтому, когда Серову начали пенять впоследствии в отношении этого портрета, что он такую огромную шляпу надел на Орлова и что нужно было ее снять, он сказал, что без шляпки это была бы уже не она. В отличие от Юсуповой, говорили про Орлову, что она не отличалась ни умом, ни душевностью, ни красотой. Не было в числе ее добродетелей и пунктуальности. Известно, что когда договорились о портрете, Орлова моментально начала много путешествовать, разъезжать, и Серов там просто по городам за ней носился, чтобы только наконец-то уже ее изобразить. Тем не менее, в этом портрете он очень аккуратно напомнил всем о своей какой-то раздраженности во время написания этой работы, и эти моменты здесь улавливаются, конечно, только при пристальном взгляде. Так Игорь Грабарь описывал тоже Орлову. Она не могла стоять, ходить, сидеть без особых ужимок, подчеркивавших, что она не просто какая-нибудь рядовая аристократка, а первейшая при дворе дама. Именно вот такую ужимку как раз здесь у нас изображает Серов. Можно увидеть, как она подняла, во-первых, брови, смотря на него, как будто показывая, что кто это вообще здесь может изображать меня, такую высокую даму. Мы можем увидеть, как подчеркивает вот это вот себялюбие Орлова и Серов, показывая на портрете, как она показывает на себя. Видите, она пальцем уставилась на себя, соответственно, указала. Сама Ольга Константиновна, кстати, претензий не озвучивала, но работу эту не любила. Известна история, что когда вскоре после смерти художника, она подарит этот портрет в музей Александра Третьего, но с одним условием, что он никогда не должен выставляться в одном зале с портретом Ида Рубинштейн. Ревность ее распространялась и на подобные тоже портреты, на подобные истории, соответственно. С удовольствием работал Валентин Серов на протяжении всей своей жизни в области театральной декорации. Театр для него был особенным местом. Он не так много работал с театром, но тем не менее участвовал практически во всех театральных процессах своего времени. Начал он это делать еще, будучи молодым совсем художником и приезжая, наезжая постоянно в музей Абрамцева. Уже в 15 лет он стал помощником Василия Поленова и оформлял вместе с ним эскизы к декорациям, к спектаклю Иосиф, который подготовил как раз пьесу, к которому подготовил сам Мамонтов на библейский сюжет. В 89-м году Савву Ивановичу вместе с сыном Сергеем сочинили мистерию «Царь Саул» также на библейскую тему и сохранилось воспоминанием, что в Рубель с Серовым взялись воссоздать атмосферу такой знойной Ассирии и потом племянник Саввы Мамонтова вспоминал, что во время писания этих декораций они оба, что называется, дневали и ночевали вечер и ночь напролет. Особенной популярностью пользовалась в Абрамцеве шуточная оперетта Мамонтова под названием «Черный тюрбан». В основе лежала история о грозном восточном хране, влюбившемся в красавицу Фатиму. Сохранились, соответственно, рисунки Серова к этому спектаклю с изображением стражников во дворце этого хана. И настолько Серова тогда привлекали эти персонажи, что известна эта история, что он и сам играл, начинал играть в этих самых спектаклях. И в спектакле «Черный тюрбан» он взял на себя характерную роль воспитателя ханского сына Малы. И в одной из сцен якобы Мала разыгрывает хана, танцует перед ним восточный танец в женском платье и чадре. И писали, что Антон Серов в роли Малы обостительно плясал, как танцовщица. Публики было не особенно много, но хохот и удовольствие было очень много. Всеволод Савич Мамонтов тогда тоже выделял особенно актерские способности художника. Главной же специальностью и любимым делом Серова в этих наших спектаклях были закулисные звуки. Неподражаемо изумительно ржал он конем, вздыбившимся под ханом намыком и выбившим его из седла в черном тюрбане. Трогательно в этой же пьесе ворковал он голубком в сцене монолога томящейся в горе михана намыка несчастной Фатимы. В трагедии отца царь Саул Антон из-за кулис кричал Голиафом, вызывающим на единоборство кого-нибудь из еврейского войска. Оригинально воспроизводил он речь великана. Кончая каждую фразу, он тут же изображал и горное эхо, повторяющие последние слова каждой строчки. В речи первоснецову посвященного пятнадцатилетию Абрамцевского кружка участие Серова особенно было отмечено. О Серове говорить нечего и балерина, и декоратор Фатима, купец измаильский, черкеса, кто еще не знаю сегодня. Он, конечно, свято чтил память отца и поэтому при любой возможности оформлял оперы Александра Серова. В частности, очень часто, очень много он повторял эскизы к декорациям к одной из опер под названием Юдив и неоднократно участвовал в то же время и в оформлении костюмов. Так, в девяносто восьмом году Савв Иванович пригласил Федора Шаляпина сыграть ассийского царя Алаферна, а как к созданию декораций привлек как раз сына композитора. Тогда он приступил к оформлению вместе со своими друзьями. Декорациями также занимался Константин Коровин, а Алаферна искал Шаляпин, может быть, играл Шаляпин, может быть, поэтому так легко вообще далась ему эта опера. Правда, интересная история опять же о том, что художник сам делился знаниями своими с Шаляпином, помогая ему в поиске нужного сценического образа. Так вспоминали, что Серов показал свое удивительное умение имитировать движения различных образов. Серов просто взял полоскательную чашку со стола и, обращаясь к Шаляпину, сказал, вот, Федя, смотри, как должен ассирийский царь пить, а вот, указывая на барельеф, как он должен ходить, и, протянув руки, прошелся по столовой, как истый ассирийц. Мамонтов одобрил. Образ этот, воплощенный на сцене, очень хорошо, конечно, передан в акварельном эскизе, который перед вами, он сегодня хранится в театральном музее. Здесь очень поразительна поза, и есть также фотографии в костюмах Серова, где представлен Шаляпин. сам Серов подписал в итоге вот этот дружеский шарш на Шаляпина, однажды предыдущий, злая Алаферна, пятнистая, так он и называл впоследствии своего друга. Конечно, одной из самых важных историй, связанных с театром у Валентина Серова, это было оформление знаменитой афиши для русских сезонов Дягилева в 1909 году в Париже, для которой он написал портрет Анны Павловой в роли Сильфиды. Впоследствии говорили, что расклеенные на круглых вращающихся будках афиши с серовским рисунком ночью осторожно снимали молодые художники и уносили в свои студии, чтобы хранить как драгоценность. Случалось, что даже этими афишами торговали букинисты. Все это при жизни еще художника. Следующий балетный сезон 1910 года ознаменовался снова огромным успехом и в котором в том числе участвовал и Валентин Александрович Серов. Потому что именно тогда он заключил соглашение с Дягилевым о создании отдельного занавеса эпиграфа к балету Шехерезада на музыку римского Корсакова. Это была очень сложная задача, потому что времени было мало. Он один не справлялся и подключал к себе помощников, которые, соответственно, вместе с ним оформляли. Но впоследствии говорили, что, конечно, аплодисменты зазвучали в ту же самую секунду, как только упал занавес и людям открылось это прекрасное изображение. 9 января 1905 года Валентин Александрович стал свидетелем разгона мирной демонстрации царскими войсками. И, конечно, зрелище это было страшное. Из окон академии он мог это все видеть. До этого художник был совершенно... не имел никаких политических взглядов, но это был первый раз, когда он отреагировал на это очень резко. Он тут же вышел из академии художеств, президентом который был великий князь Владимир Александрович, посчитав, что он наравне с императором виновен во всем том, что происходит соответственно в стране. Пробыл он в академии художеств, был действительно моё членом по-моему пять лет всего не больше, совсем мало. Тогда же он участвовал в оформлении разных сатирических журналов и в одном из них появилась как раз и вот эта работа под названием «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваша слава», где он как раз и расписал всё то, что он увидел, сильно, конечно, утрировав это, потому что царские войска он здесь показал в неком роде в виде вот этих вот всадников, 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 апокалипсиса, которые летели на спокойную, абсолютно идущую на них толпу, которая на его работе не предвещала никакой беды и не показывала, что они что-то сейчас должны сделать и как-то там напасть на кого-то. Он действительно показал здесь ещё вот этот вот момент перед восстанием, перед самым страшным этим моментом. Впоследствии художник в письме Репину писал, что то, что пришлось видеть мне из окон Академии художств 9 января не забуду никогда, сдержанная, величественная, безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и оружейному прицелу. Зрелище ужасное, никому и ничем не стереть этого пятна. В тот же год к 35-летию артистической деятельности Марии Николаевны Ермоловой он напишет её знаменитый портрет, который сегодня просто очень растиражирован хорошо и много. Писать он будет в её квартире на Тверском бульваре 11, тогда она будет позировать ему в течение 32 сеансов и в 1907 году ей этот портрет презентуют в честь банкета, устроенного в честь Ермоловой. Очень интересна история того, как будет писать художник эту работу, потому что здесь очень монументальная поза у Ермоловой получается и известна история, что для написания такого портрета он будет располагаться на очень низкой скамейке, очень низко будет располагаться холст, чтобы вот эту монументальность показать. Ну и плюс, конечно, Ермоловой будет выше среднего рост, поэтому здесь такой эффект как раз и получится. Правда, потом он нажалуется Игорю Грабарю, сказав, что в этой сключенной позе без возможности не только отойти, но и пошевельнуться ему было очень непросто. При подготовке этого портрета известно, что Серов будет очень часто посещать спектакли Ермоловой для того, чтобы вообще проникнуться её характером и её образом. Оценит впоследствии он на этот портрет довольно высоко. Но ничего, как будто что-то и получилось. Как я уже говорила, эта реакция будет для него максимально такой позитивной. За картину, за эту художник получит тысячу рублей. Для сравнения, за Иду Рубинштейна, насколько я помню, он будет четыре получит впоследствии. И за один из портретов Николая II тоже будет получен 4 тысячи рублей. Очень мало будет писать художник заказных портретов у себя дома. Это известная история, что он будет разделять работу соответственно и личную жизнь, но всё-таки некоторые исключения им будут сделаны. Один из них это знаменитый портрет писателя Леонида Андреева, который он как раз у себя дома на даче, точнее, на своей финляндской даче в Ино и напишет. Закажет у него этот портрет для журнала «Золотое руно» Николай Рябушинский, но, к сожалению, поначалу не получится его осуществить, не получится написать портрет, потому что Андреев будет участвовать каким-то родом в восстании матросов Балтийского флота и, соответственно, ему придется уехать из страны в какой-то момент. Он будет скрываться от ареста в Европе и тогда же напишет в письме Серову, что больше всего я жалею о том, что теперь не смогу вам попозировать, что я упустил вот этот именно момент. Но спустя год художник узнает о том, что Андреев построил себе дачу недалеко, в пяти километрах от Ино и, соответственно, поедет к нему, решит все-таки написать этот самый портрет, отдать долг Николаю Рябушинскому. Впервые он узнает и вообще увидит еще до этого Андреева на знаменитой даче Максима Горького в Коколе, они пообщаются, понравятся друг другу. И после того времени он оставит воспоминания об Андрееве, что это был такой легкий, позитивный человек, очень красивый, очень солнечный, полный энергии, жизни. И, конечно, когда два года спустя он встретится с ним снова, он увидит совершенно другое лицо, совершенно иного человека. В Берлине Андреев похоронит свою жену, он, конечно, будут его постоянно обвинять во всем, да и сам он разуверится во всех тех революционных идеалах, которые способствовали его участию в том восстании матросов. Именно эту перемену мы с вами здесь можем увидеть на портрете. Он и напишет его и в травмных одеждах, и с таким потухшим как раз взглядом. Совсем иным, обратите внимание, за три года до написания портрета Серовым его увидит Илья Ефимович Репин, который напишет несколько портретов Андреева. Я здесь его как раз и помещаю на слайде. И впоследствии сам Андреев будет отмечать, что портрет Репина это не портрет, а идиллия. А Серовский же портрет он будет очень ценить за вот эту вот правдивость, взятую правильно трагическую ноту. После того, как портрет будет окончен, художник с писателем еще очень долго будут общаться, переписываться, они подружатся, что для Серова будет особенно важно и ценно, потому что сходиться с людьми он будет очень тяжело, и для него будет совершенно нелегкого нрава, людям будет тяжело общаться с ним, и, как я уже говорила, исключений из этого правила будет очень мало. Кроме Мамонтова, кроме Ильи Ефимович Репина, с которым они очень долго будут общаться, конечно, особенно близок он будет с Константином Алексеевичем Коровином, пожалуй, лучшим другом Серова. Наверное, можно предположить, что и Валентин Серов знал Коровина, как никто, и все знали его подноготную, и то же самое было и обратно. К тому моменту, как он написал портрет Константина Коровина, их связывала уже многолетняя дружба, они познакомились еще в 1884 году в Московском училище живописи, вояне, из отчества, но сблизились особенно в поместье Мамонтова в Абрамцеве, хотя, казалось бы, в виде этих двух людей, и зная их и общаясь с ними, ничто не предвещало того, что они могут подружиться и вообще, что их может связывать такая многолетняя дружба. Во-первых, потому что даже в Абрамцеве у них был совершенно разный статус и разные права. Серов там рос с самого детства, его приняли в семью, с ним общались как с родным, коровин все равно был приходящий уходящим, он был выходцем совершенно из другой среды, как известно, он родился в семье разорившегося помещика, и, соответственно, он пытался хоть как-то заработать денег на собственную жизнь, и у Серова совсем другая была история в этом плане. Действительно, Серовин, как их называли, Серовин и коров, состояли совершенно из противоречий, именно Сам Иванович, кстати, впервые назвал Серова и коровина Серовином и коровом, а не мы в нашем музее, как нас обвиняли пять лет назад, когда мы магазин такой открыли, нам очень часто говорили, что мы наглые, молодые и коверкаем великие имена, но это Сава Иванович когда-то коверкал, называя их так, Антон и Артур именно он называл их, потому что они всегда были вместе. Конечно, они совершенно были разными, Серов был аскетом, невероятным, коровин же любил роскошь, и собирал различные кольца, собирал какую-то все время ювелирку, еще что-то, и раз уж Серов такое не любил, коровин очень любил дарить эти все вещи серовской жене, поэтому, чтобы хоть как-то их, соответственно, передать другу. Серов одевался с иголочки, он был всегда очень опрятен, ухожен, в отличие от него коровин вечно был какой-то неухоженный, непонятно с чем на голове, вечно как-то непонятно одет, борода, усы были всклокочены постоянно, в этом они, конечно, были абсолютно разными. Серов был великим молчальником, как его называли, он редко на что-то реагировал, в диалоге особенно не вступал в обсуждение, в общем, нельзя было услышать от него лишнего слова. В отличие от него, коровин, это, конечно, была душа компании, он постоянно шутил, балагурил, что-то пел, его даже называли блестящим импровизатором, а также потом говорили, что он не дурак приврать, всякое было. Ну, наверное, можно об этом тоже сказать, что Серов любил одну женщину, коровин много, таких историй тоже было, такие истории тоже были, но, наверное, самые главные подробности знал именно Валентин Александрович о нем. Ну, и что касается живописи, я уже говорила, Серов писал очень медленно, огромное количество сеансов посвящались одной и той же модели, иногда модели росли, вырастали, менялись хоть как-то, а он все еще дописывал портрет, коровин совсем иной был, не зря его называли импрессионистом, первым русским импрессионистом, впечатлистым, он решал работы за один сеанс, это было очень энергично и очень, конечно, быстро. Чуть ли не с момента, конечно, они стали неразлучными и усугубилось это все тем, что в какой-то момент к мастерской Коровина на Долгоруковской улице пристроили комнату для мастерской Серова, так что они вообще начали еще и жить вместе и все время проводили всегда вместе. Для Серова, конечно, Коровин был тем самым, что он искал вокруг себя, как известно, Серов однажды сказал, что я хочу писать только отрадное, и вот это вот отрадное он как раз и находил в Корове, не весь этот позитив, вся эта активность ему и нужна была, но впитав весь этот характер и впитав всю эту творческую жилку Коровина, он, конечно, не смог обойтись на портрете Коровина без какой-либо шутки, потому что мы уже посмотрели несколько с вами портретов кисти Серова, и явно видно здесь, что по живописи это как будто бы пишет совершенно другой человек. Серов здесь уподобился именно манере написания Коровина и писал свою работу в импрессионистической стилистике, вы можете увидеть, что он не дописал руку, например, ему именно как будто бы это писал сам Коровин, и очень интересную, конечно, он позу здесь в интересную композицию сделал, в интересную позу посадил художника, во-первых, он очень хотел, конечно, и интимности придать, показать, что это вот лучший друг, близкий друг, только так он может его написать, а во-вторых, как потом говорили многие друзья, он, наверное, таким образом хотел Коровина обездвижить, потому что это был волчок вечный, который постоянно при позировании пытался изображать пантомимы общих знакомых, он постоянно пел, он очень переживал, что там получится, и что там где-то еще происходит, и самое главное, очень переживал, что он примерзнет спиной к стене, поэтому нужно было соответственно его как-то успокоить таким образом. Ну и, конечно, отдельный большой пласт в живописи художника, это портреты императорской семьи, очень важную роль сыграло в его жизни то, что он был чрезвычайно близок к императорской семье, он написал огромное количество портретов именно членов семьи, он писал когда-то с Коровиным большой портрет всех членов семьи, но, к сожалению, он, насколько я помню, был уничтожен впоследствии. Все знают портрет Николая Второго в серой тужурке, мы его уже видели, я покажу его через несколько минут, вот эти портреты менее известны, но не менее интересны, потому что левую работу художник писал для Великобритании, она сейчас там и находится как раз. Дело в том, что Николай Второй был почетным шефом полка шотландских драгун, это была такая довольно известная традиция, что принц или наследный принц Великобритании был тоже почетным кем-то там начальником у киевских наших войск, а, соответственно, Николай Второй у тех. Плюс, конечно, способствовало укреплению отношений то, что Николай Второй женился на внучке королевы на Лисе Гессенской, и, конечно, это укрепило эти все связи, но не обошлось без веселой истории, потому что однажды, когда Николай Второй и наносил визит своим шотландским войскам, которым он предводительствовал, якобы сдали, перед тем, как он приедет туда, сдали его мерки, но сдали, по-моему, в вершках, а нужно было в дюймах, и в итоге те, кто шил для него костюм, и те, кто готовил сапоги, это не поняли, и когда он надел на себя мундир, оказалось, что он чуть ли не лопнул на спине, потому что он оказался очень маленьким, в итоге ему это все переделали, а с сапогами уже невозможно было ничего сделать, поэтому ему пришлось надеть другие, и якобы вот эти вот войска шотландские это поняли, потому что не по правилам был одет совершенно их шеф, и этот курьезный случай разошелся, о нем все знали, и поэтому, когда заказывали портрет Николая II у Валентина Серова, зная о том, что Серов любит вот эти вот все шпильки, все вот эти особенности прописать, очень боялись, что он может там что-нибудь и с этим подгадать, и что-нибудь такое прописать, но он в итоге решил на этом не зацикливаться, он всегда говорил, как и, наверное, как и Александр Цорн, что Андр Цорн, что я не портной, а я художник, да, и я не должен там прописывать все эти костюмы соответственно так, как это должно быть, и в итоге получился очень хороший портрет, который и подарили британским подопечным Николая II. Вообще Серов на самом деле относился к Николаю II с симпатией долгие годы, до 1905 года, все эти портреты были до того момента написаны, и впоследствии уже, конечно, он сам будет характеризовать все эти работы, находить в них особенности какие-то, которые будут говорить о том, что скоро император станет таким вот деспотом, и произойдут все эти революции. Но без международного скандала здесь тоже не обошлось в написании этого портрета, потому что известна история, что когда на следующий день после того, как работа была окончена, Валентин Александрович пришел еще раз напоследок ее как-то преобразить, он застал там Александру Федоровну, Алису Гессенскую, и та начала ему говорить, что нужно подправить, что где не так, и где нужно что-то изменить, на что Серов протянул императрице кисти, сказал, что она может сама дописать портрет, и ушел оттуда. Соответственно, конечно же, Александра Федоровна в скандале убежала, естественно, впоследствии пытались хоть как-то наладить связи, но Серов заявил, что в этом доме он больше работать соответственно не будет. И если и писал впоследствии, то это были уже не такие яркие, героические портреты членов семьи. Почему здесь второй портрет? По другой версии именно несколько источников говорят, что эта история случилась вот с этим портретом, со вторым, но разнятся в общем версии. Ну и, конечно, знаменитый портрет императора Николая II, который был написан еще тоже до этой всей истории, он считается последним законченным соответственно портретом Николая II до разрыва Серова с императорской семьей, с семьей. Конечно, после 1905 года сильно возросло недовольство Серовым и вот эта неприязнь к императорской семье, он считал впоследствии, что предугадал все вот эти будущие невзгоды, связанные с правлением Николая, и якобы однажды, увидев эту свою работу на одной из выставок, Серов воскликнул о в уголках глаз-то 1905 год. Вдруг художник Коровин писал об этом портрете, Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора, но, конечно, этого всего не было еще в 900 году, работа над этим портретом прошла чрезвычайно успешно, еще и потому, что во время сеансов Серов начал ходатайствовать во-первых, за Саву Мамонтова, именно во время этих сеансов он попросил отпустить его под домашний арест, что и сделал Николай II, также именно во время этих сеансов он попросил Николая материально поддержать журнал Мир Искусства, когда от него отказались многие спонсоры, он это сделал на несколько ближайших лет, он, соответственно, обеспечивал их. Этот портрет был предназначен для подарка императрице и, соответственно, поселился впоследствии во дворце, спустя некоторое время он сделал копию с портретов Тужурки и известная история, что однажды во время сбора журнала Мир Искусства он взял с собой ту самую копию, пока никто не собрался, посадил Николая II во главе стола, очень умело его подсветило и напугало этим самым всех, кто впоследствии пришел, потому что все подумали, что он привел на сбор журнала самого императора. Настолько он, конечно, был мастером. Впоследствии в 1917 году именно из оригинального, оригинальный портрет испортят матросы, которые будут штурмовать Зимний дворец, а сегодня в Третьяковке именно вот этот второй будет портрет, второй портрет представлен. Ну и, конечно, финальные работы художника, которые очень сильно изменят отношение публики к нему накануне смерти, и вообще в этих работах увидят публика совсем другого художника, представляя их, представляя Иду Рубинштейна, представляя похищение Европы, можно представить, к чему бы впоследствии пришел мастер, потому что долгие годы он работал в одной стилистике, а именно в конце жизни к такому как раз модерну перешел. Это, наверное, один из самых ярких работ художника, одна из самых революционных, она будет принята ужасно современниками и всеми друзьями по искусству, и, может быть, только спустя много лет ее как-то оценят. В 1910 году Бакс познакомит Серова с Идой Рубинштейн, Бакс, конечно, будет уже давним поклонником Рубинштейна, он будет оформлять огромное количество спектаклей с ее участием, и про нее будут говорить, что она, конечно, была существом совершенно необыкновенным. Женщина была настолько уверена в себе, хотя мало кто говорил о ее какой-то особенной красоте, но она была настолько уверена в себе, этой уверенностью как раз заражала всех вокруг, ну и, наверное, самая главная история, что, не будучи профессиональной танцовщицей, она просто покорила все главные сцены Европы, ездя вместе с русскими сезонами и со всеми остальными на гастроли. В 1910 году там просто она была здесь повсюду, в Европе, на афишах, везде, на театральных сценах, на открытках, ее любили просто все и боготворили все, и это был особенный персонаж, и поэтому особенно интересно, конечно, было Серову взяться за ее портрет. По одной из версий Дягилев как раз дал это задание написать портрет Иды Рубинштейн, правда, Игорь Грабарь в своей биографии писал, что Серов настолько был увлечен Идой, что сам захотел и сам мечтал просто написать этот портрет и якобы сам этого и добился. Именно художник хотел, чтобы Рубинштейн позировала ему обнаженной, правда, сам лично не смог это озвучить артистке, и поэтому это все это сделал за него Багст, для нее это, конечно, не было чем-то из ряда вон выходящим, она с радостью согласилась и приезжала на все сеансы, на которые ее призывал Серов. Особенно интересно было то, что позировала она портрет, готовили в бывшем домовом монастыре, служившем мастерской для многих художников, и, конечно, это особенный такой перчинки придавало этому портрету, несмотря на то, что скрывали даты, скрывали время сеансов, все равно около этого монастыря постоянно дежурили журналисты, и постоянно фотографировали ее входящую и выходящую, надеясь, что, может быть, могут уловить какой-то вот момент, зная, что она позирует там обнаженной, и подозревая, что приезжать она туда может, собственно, в таком же виде, просто прикрытым, несколько, очень ждали этого момента. Напишет он, конечно, еду в совершенно несвойственной ему манере, он будет писать ее чрезвычайно быстро, там единственная пауза возникнет только однажды, когда Ида уедет на сафари, а потом будет всем рассказывать, что она там собственными руками, соответственно, сама смогла убить льва во время сафари, но, зная Иду Рубинштейн, сколько вокруг нее было слухов, огромное количество из которых были именно ей вдохновлены, я подозреваю, как и многие искусствоведы, что это было не так. Встретили портрет в штыки, как я и говорила, называли, были самые сочувственные высказывания о портрете, это ядовитое обаяние, красота на грани уродства, раздавались эти высказывания на выставке мира искусства и на международной выставке в Риме, где была представлена картина. Илья Ефимович Репин назвал эту работу и назвал героиню портрета гальванизированным трупом, а Суриков назвал его просто безобразием. Именно такие мнения оставались у, наверное, тоже одной из самых знаменитых работ художника. Ну и последний, одна из самых последних работ художника и последняя работа, о которой я сегодня хочу поговорить, это, конечно, похищение Европы. Целых шесть вариантов похищения Европы напишет художник в 1910 году, много будет пробовать, он будет по всему миру ездить, ища модель, ища быка, ища то самое море. Какая именно из этих картин участвовала в американской, точнее, должна была поехать на американскую выставку, расходятся наши мнения. У нас подозрение падает центральная работа, которая сегодня в музее в Магме находится, но владельцы тоже не знают, поэтому здесь можно лишь догадываться. тем не менее, что интересно, что в каталоге выставки русского искусства похищение Европы появится, то есть оно просто не доедет туда, его не выдадут, потому что по официальным данным, помните, я вам говорила, по доверенности, с доверенностью приедет от вдовы художника Грабарь, а по данным, по официальным документам она будет принадлежать дочери. И пока вот эта доверенность на выдачу из Мальмио похищения Европы Грабарю долетит до Америки, она прилетит только туда в конце апреля, там уже вся выставка закончится и уже туда работа не поедет. Куда дальше денется картина из Швеции непонятно. К этой работе и принято она будет более сочувственна, конечно, чем многострадальная Ида, он создаст довольно такой стремительный, светлый, очень энергичный шедевр, работать будет много, как я сказала, вариантов будет очень много у картины, и самое главное, что при пристальном изучении их видно, что ни один из них не будет закончен, то есть он каждый раз будет что-то новое пробовать, браться за него и не сможет. Идея похищения возникнет у него во время путешествия с Бакстом в Грецию, где он побывает в 1907 году, они там посетят Парфенон, поплывут на Крит и по сути пройдут примерно тем маршрутом, что и принявший облик быка Зевс, который, соответственно, украдет Европу в этом виде. Но никак он не сможет найти моделей для своих работ, потому что греческие быки ему покажутся недостаточно благородными и могучими. Он будет искать их также в Испании, но в Испании ему не понравятся местные быки, и удача ему улыбнется только в Италии, кто-то из знакомых ему посоветует съездить в деревеньку Арвьетта, которая будет как раз и славиться своими такими особенными быками эпических пропорций, огромными быками. Там он наконец-то напишет вариант быка, но ему нужно будет найти, конечно, Европу, встретит он Европу в одной из мастерских Парижа, это будет одна из моделей, которая очень часто будет позировать художником, ну и финально нужно будет найти в море волны для похищения Европы, он найдет в Биорице. Вот так будет собран этот знаменитый шедевр художника, в котором мы увидим греческого быка, итальянские, ну итальянские южные воды и вот такое вот греческое впечатление, прошу прощения, итальянского быка, южные воды и французскую натурщицу, работать над всем этим делом он будет на своей даче в Ино, как раз в Финляндии, где ее и закончит. После тяжелой болезни, которую, как я вам говорила, в 1903 году его постигнет, к его вот этой обычной пасмурности он всегда будет вечно чем-то недоволен и, как будет впоследствии рассказывать супруга, расцветать будет только в Европе, к этому прибавится еще и похондрия, он сделается суеверным, он постоянно, его постоянно будет беспокоить сердце, он очень часто будет спрашивать у мамы о том, как умер отец, помните, я вам говорила, что Александр Серов умрет от сердечного приступа и он будет подозревать, что этот недуг, стенокардия или грудная жаба, как это еще тогда называли, что это наследственная история и существует история, что однажды после репетиции в театре одна из актрис предложит его подвести и тот называя адрес пошутит, только не спутайте Ваганьковский переулок, а не Ваганьковское кладбище. Валентин Серов умрет в ноябре 911 года в возрасте 46 лет, в посмертной речи, которую произнесет его старый соратник по миру искусства Дмитрий Философов, он скажет, мы потеряли не только замечательного художника, но и громадную моральную силу, с его смертью художественная семья может распасться, нет больше связующего звена живого морального авторитета, перед которым одинаково преклонялись бы и старые и молодые. В свои письме Николай Рерих также отметит, что бывают смерти, в которые не веришь, целый день требовали опровержений, не хотели признать ужасного и непоправимого. Друзья на руках внесут гроб в Третьяковскую галерею, где впоследствии будет отслужена лития по Серову. Конечно, очень сильно ударит эта смерть, как я говорила по Ольге Федоровне, она впоследствии будет говорить, я до сих пор не могу опомниться, так все это быстро произошло. Такую чувствую пустоту, такое одиночество, несмотря на то, что у меня шесть человек детей. Я привыкла к его частому отсутствию, и все мне кажется, вот-вот он сейчас придет, да больше встречать его не придется. Может быть, со временем войду опять в жизнь, а пока меня решительно ничего не интересует. Все как-то делаю через силу. Как я уже говорила, Ольга Федоровна посвятит всю свою дальнейшую жизнь детям, внукам, его творчеству. Дети разлетятся по всему миру. Сегодня у Серова насчитывается просто какое-то чрезвычайное количество наследников, очень много, часть из них в Европе, часть из них как раз живут в России в том числе, и продолжают традиции Валентина Александровича. Создан фонд Серова, который собирает всю имеющуюся информацию, но уже собрал, наверное, Валентина Александровича. И благодаря, конечно, выставкам, которые начнут происходить моментально после смерти художника и проходят до сих пор, огромное количество работ его выставляется ежегодно по всему миру, конечно, он является, наверное, ну и благодаря Тресиковской выставке, безусловно, он является одним из ведущих сегодня художников русской школы. На этом я экскурсию, лекцию свою закончу, если у вас вопросы есть, подходите и задавайте, и приходите к нам еще. Нынешняя выставка до 16 января совсем немножко осталась, сегодня вы еще можете по ней походить, у вас билеты на это действуют, а дальше мы откроемся 3 февраля с выставкой «Авангард на телеге в 21 век», где снова будем реконструировать выставку 100-летней давности и расскажем, как в начале века советское правительство решило просвещать регионы, вывозило знаменитые авангардные работы по регионам, и в частности расскажем кировскую историю, как однажды весной были вывезены работы Розановой, Удальцовой и всех именитых авангардистов туда, а соседние распутицы и картины там так и остались. В краеведческих музеях маленьких городков Слободской, Яранск, Советск, Кировской области остались до сих пор и были найдены совсем недавно, да, теперь из-за этого мы сделаем выставку. Приходите, будет очень интересно. Спасибо большое за внимание еще раз. Спасибо.